Личный прием ведет губернатор. Желающих встретиться с главой региона предостаточно. Вопросы у нижегородцев самые разные. Привет! Здравствуйте! Доктор, как учится? Нормально. 12-летний Дима мечтает побывать с классом на губернаторской елке в Нижегородском цирке. И вопрос решен практически сразу. Положительный ответ получили и жители Дальнеконстантиновского района, которым просто необходим физкультурно-оздоровительный комплекс. Все очень просто, как оказывается. Он много предоставил для нашего района. То есть мы школу в свое время просили, ее строят уже, довольно хорошая школа. Поэтому сейчас ФОК, который сказал, ФОК будет. Так что мы рады, что у нас такой губернатор. Жители региона обращаются к губернатору через почту, блог, прямые эфиры на региональном телевидении, а также в ходе личного приема. Эффект есть всегда. Я не первый раз общаюсь с Валерей Павловичем. Мне очень нравится с ним общаться. Это очень такой добрый, порядочный, честный человек. Граждане, решая те или иные вопросы, связанные с их жизнью, обеспеченностью, социальной защитой, ищут помощи и поддержки. В целом по году обращаются порядка 37-38 тысяч граждан. Приемные граждан губернатора получают по 100 обращений в день, и 30% из них связаны с работой коммунальных служб. Реакции на такие обращения также оперативные. Жительница Нижнего Новгорода обратилась по простому вопросу благоустройства детской площадки. Губернатор дал поручение инспекции административно-технической надзоры. В кратчайшие сроки площадка была восстановлена, хотя до этого могла и домоправляющая компания это все сделать, не доводя до того, чтобы губернатор вмешался в эту ситуацию. Кстати, администрация президента страны назвала Валерия Шанцева губернатором-лидером по личному приему граждан. Нижегородских экспертов это не удивило, ведь открытость и стремление помогать людям у главы региона видно со стороны. Валерия Шанцев является образцом для подобного рода поведения, особенно образцом для муниципального уровня. К сожалению, к великому муниципальному уровню, несмотря на всякие депутатские ступени, школы, руководство районами, к великому сожалению, часто руководители, не вступая в контакт с людьми, стараются уходить от него, формализуют свое поведение. Шанцев не только встречается с людьми по необходимости, он в этом испытывает личную потребность. И это хорошо видно по тому, с кем он встречается. Он встречается с нижегородцами во время, например, поездок по городу или в области. Каждая поездка превращается в личные встречи. К нему всегда можно подойти. КОНЕЦ